Успей поставить лайк за 3 секунды, и тогда ты будешь учиться только на отлично! Считаю! Раз, два, три! Ого, друзья, куда мы вместе с вами попали? Мы, кажется, находимся в доисторическом мире! Потому что девушка тут как раз-таки стоит в таком наряде доисторическом. Ну, и мне кажется, нам стоит ей помочь, чтобы мы не исказили время в игрушке под названием Комикс Боб. И что же, давайте тогда приступать. Я думаю, что ей надо обязательно полить цветочки, и поливаем мы цветочки обычно водой, а не вот этим чаем, либо же кофе. Поэтому, опа-на, она откуда-то взяла вот эту леечку, и в итоге цветочки, ребятоньки, прям ожили. Смотрите, какие красивенькие! Ты, девушка, в принципе, довольная. Идет она теперь дальше по делам, и что теперь тебе надо сделать? Ага, смотрите, у нее даже есть доисторическое зеркало! О-оу, вот это жесть! Так, возьмем-ка мы, наверное, друзья, вот этот молоточек, и прям это зеркало разобьем, потому что зачем нам оно нужно, если в этом зеркале есть вот эта маска? Но, кажется, нашей девушке это не по нраву. Скорее всего, друзья, надо взять расческу, потому что больше других вариантов нет. Так, смотрим, что она делает. Она расчесывается, и вот эта маска просто тупо исчезает. Не знаю, очень даже странный способ, но в итоге мы от нашей весловой маски избавились. И, блин, да как? Как у нее, друзья, в древности имеется вот такой телефон? Ну ладно, давайте попробуем взять трубку, посмотрим, кто в этот телефон нам звонит. Так, ага, смотрите, пока что она не понимает, что происходит, и это правильный вариант. Ого! Офигеть, друзья! Девушку доисторическую кто-то похитил! Вот мы ее как раз-таки, друзья, и нашли. Ее связали! Поэтому, я думаю, нам надо, друзья, обязательно ее освободить. Возьму-ка я вот-вот эти щипчики. Может быть, с помощью них мы сможем выбраться? Эм... Видимо, друзья, нет. Поэтому сейчас мы вместо них возьмем, конечно же, вот-вот эту пилу. Не знаю, конечно, как с помощью пилы она освободится, но надеюсь, что все пройдет очень даже хорошо. Так, давай, девушка, бери пилу. Бам! Смотрите, раз! Отрезал два, и в итоге все. Вот так она ловко выбралась из этих ниток. Я, конечно, вообще, друзья, этого не ожидал. О, стоп! Вы это видели, друзья? Там пробегал тот самый, получается, маньяк, который нас и похитил. Ладно, окей. Давайте тогда сейчас что сделаем? Естественно, дернем за веревочку, потому что ключей сейчас у нас пока что не имеется. И в итоге что сейчас, друзья, будет? Ага, смотрите. Убралась эта летучая мышь, и мы идем дальше. У нас, по сути, друзья, финальный уровень на втором. Так, а что же тут делать? Давайте попробуем мышку запустить. Я, конечно, не знаю, что будет, но посмотрим, ребятненьки, на результат. О, мы правильно выбрали. И в итоге... А, она таким способом проверила, можно ли туда идти, либо же нет. И в итоге довольная идет прямо в ту пещеру. Конечно, страшно, друзья. Я даже не знаю, что там будет. Но сейчас мы вместе с вами все это дело выясним. Ага, она идет уверенно на свободу. Тут у нас имеется вот такая вагонетка. Прыгаем в нее тогда. И что надо делать? Наверное, надо нажать на рычаг. Потому что я думаю, навряд ли тут у нас имеется ракета в доисторическом времени. И сложный, ребятненьки, выбор. Налево, либо же направо. Давайте-ка попробуем сходить вот на эту стрелочку. Я только не знаю, что это, друзья. Либо направо, либо налево. Но мы, смотрите, правильно выбрали. И у нас уже выход перед нами. Я думаю, надо просто тупо вот этот камешек, естественно, раздробить киркой. И мы сможем, наконец-таки, выбраться отсюда. Да, смотрите, этот уровень мы абсолютно с первого раза прошли. То есть, вообще, ребятненьки, абсолютно любые выборы мы делали правильно. И в итоге наша девушка выбралась. То есть, только теперь мы играем уже не за девушку, а, кажется, за ее парня. Да, потому что они договорились вроде бы увидеться. Но в итоге, как-то пока что не получилось. И, блин, тигр, а что мне с тобой делать? Мышку, может быть, тебе дать? Ну, нужна тебе эта мышка? О, смотрите, какой трусливый тигр. Мышка даже за ним побежала. Блин, мне даже его стало жалко. Потому что он реально очень и очень даже сильно боится мышек. О-оу. А мы теперь, друзья, оказались вот в такой яме. Давайте, конечно же, возьмем лестницу, потому что с помощью нее мы сможем выбраться. А нет, видимо, лестница какая-то не очень прочная у нас выдалась. Поэтому берем лягушку. Не знаю, конечно, что лягушка сделает нам. Ага. Ничего себе, он надул лягушку и выбрался таким способом. Блин, чувак, ну ты вообще, конечно, очень и очень даже странный. И, смотрите, против нас вышел какой-то противник. Я думаю то, что это, скорее всего, наша девушка. Поэтому давайте попробуем выбрать вот этот букет цветов. И да, мы угадали, вот они и наконец-таки, друзья, увиделись. И на пятом уровне мы имеем возможность сразу же управлять двумя вот этими персонажами. Будем тогда, естественно, им помогать и делать великолепную просто свиданку. Только что мне здесь, ребятоньки, надо нарисовать? Давайте попробуем, я не знаю, белочку вот эту взять. Может быть, мы ее хвостиком будем рисовать что-нибудь? Да, смотрите, мы нарисовали портрет вот этой девушки. Прям хвостиком белочки. И, в принципе, он довольно-таки неплохо получился. И парень доволен, и девушка тоже довольна. То, что мы нарисовали вот эту картину. Лужа. Ну, тут я, в принципе, друзья, знаю, что надо сделать. Наверное, ему надо скинуть вот этот свой плащ, чтобы девушка прошла через вот эту лужу. Но она почему-то его засмеяла. Поэтому остается второй вариант. Выпить эту лужу. Блин, парень, вот это жесть. Конечно, ты как-то странно поступаешь. Вы, друзья, смогли бы выпить лужу? Я бы, на самом деле, никогда в жизни. Напишите в комментариях ваши ответы. Я надеюсь, что вы тоже со мной солидарны. Ну, а мы тем самым временем идем вот в какую-то такую комнатку. Либо кофе, либо вот такие губы. Давайте попробуем нажать на кофе. Посмотрим, что это такое. Скорее всего, это какая-нибудь кофейня. Но только доисторическая. В итоге мы попили кофейка. И теперь наш паренек идет куда-то домой. Скорее всего. Блин, да опять эта рысь, друзья, на нас нападает. Или соблезубый тигр. Я не знаю, кто это. Давайте тогда сейчас мы попробуем ему аэрозоль вот так прыснуть. Я не знаю, откуда он здесь, конечно, может быть. Но сейчас посмотрим. Ого. Ничего себе. Смотрите, тигр вообще офигел полностью. Ну да. Вот это все-таки спрей нас спас. И в итоге теперь нам остается еще один уровень доиграть. И мы пройдем уже шестой. Ага. Я думаю, нам надо выбрать какой-нибудь зонтик. Потому что, ну, все-таки капает дождик. Надо как-то от него укрыться. Так. О, замечательно, друзья. В итоге от дождя мы укрылись. Тучи разошлись. И в итоге мы идем дальше домой довольные. Только единственное, я, друзья, не знаю, зачем он пошел домой. Если он опять-таки выходит из дому. Ему надо добыть мясо. Значит, все-таки этот мужчина проголодался. Поэтому давайте тогда сейчас мы возьмем веревочку. И будем пытаться поймать вот-вот эту антилопу. Или кто это был? А, да, смотрите. Мы ее поймали. И в итоге кусочек мяса из нее сделали. Теперь у него хотя бы есть еда. Осталось ее, естественно, вместе с вами, друзья, поджарить. Посмотрим, что мы будем делать. Зипой с зажигалочкой разогреть. Либо же вот такой горелкой. Ну, давайте, конечно же, попробуем зажигалочкой. Потому что я думаю, что горелкой мы просто тупо все подпалим. Ну да, это был правильный вариант. Ну ладно. Восьмой уровень. Наш паренек что-то уже спать, что ли, хочет, да? Потому что он зевает. А, смотрите. Он захотел в туалет. Так, иди, иди сюда. Давай, скорее, скорее. И, е-мое, смотрите. Туалетную бумагу у нас украл вот этот динозавр. Так, что нам надо делать? Я думаю, нам надо, конечно же, рогаткой его сбить, да? Чтобы он взял и все-таки выкинул нашу туалетную бумагу. Но что-то это, друзья, как-то не особо хорошо вышло. Поэтому берем другую тактику и используем наш шарик. Ну, сейчас динозавр ты получишь. Мы надуваем шарик. И шарик, кстати, похож на женщину такого же вида динозавра. И смотрите, он влюбился и даже не обращает на нас внимания. Поэтому мы взяли вот так ловко и, конечно же, забрали нашу туалетную бумагу. Да что ж такое-то, друзья? Теперь у нас еще и крокодил здесь на пути. Давайте тогда сейчас палочкой что-нибудь сделаем. Не знаю, конечно, что будет. О-оу. Нас слопал крокодил. Вот это жесть, друзья. Берем тогда вот такую веревочку. Мы, значит, надели эту веревку на крокодила. И вот так от него отпрыгиваем, как от батута. Ну, давай, паренек. Сходи, наконец-таки, уже в туалет. Потому что у нас что-то вообще, друзья, проблемы были. И, блин, туалет занят, друзья. И занят овцой. Давайте тогда попробуем ее постричь. Потому что овцы, они очень и очень сильно не любят стричься. И теперь мы постригли овечку и еще и туалет утеплили. То есть, в принципе, я думаю, наш паренек очень и очень даже хорошо сходит в наш туалет. Ну, вон, видите, он уже сходил. Ну, и куда ты на сей раз пойдешь, дружище? А, смотрите, он опять-таки задумал пойти в какое-то кафе. Но тут, смотрите, друзья, у нас имеется яблочко. Давайте я поставлю палочку, чтобы мы смогли яблочко хорошо взять. Потому что я думаю, что это какая-то ловушка. Типа капкана. Так, и в итоге, смотрите, он берет яблочко. И все успешно прошло. Замечательно. Теперь можно это яблочко скушать, либо же подарить нашей вот этой девушке. Так, вход в ресторан. Тут можно, ребятки, закрыть крышкой, либо же взять вот такие палочки. Давайте попробуем взять палочки. Может быть, он что-то веселое с ними сделает? Так, ну, давай, паренек. Опа-на, смотрите, раз одну съел. И в итоге остальные просто тупо спрятались. Вот это, конечно, жесть. Я не думал даже, что наш паренек может кушать змей. Это реально жестко. Ну, ладно, сейчас мы тогда возьмем и дадим вот этой обезьянке ножик, чтобы она сделала нам рыбку. Хотя нет, мы, кажется, сами делаем рыбку. И в итоге рыбка испугнулась. И это, кажется, ребятоньки... А, верный вариант даже. Вот этого я не ожидал. Я думал, что надо было все-таки сделать что-то да наоборот. И в итоге, кажется, горилла нас заставляет, ребятоньки, ловить рыбу, потому что мы все-таки потеряли ту предыдущую. Ну, ладно, сейчас тогда мы вместе с вами, конечно же, это будем делать. Так, на что же будем ловить? Конечно же, на гусеницу, потому что рыба на носок точно не клюет. Смотрите, какая смачная, хорошая гусеница. Так, закидываем ее. И кто же нам, ребятоньки, попадется? Я думаю, наверное, какая-нибудь акула должна попасться. Так, смотрите. Очень-очень даже хорошо рыба ведет. И в итоге мы остались просто тупо без рыбы и без удочки еще. Окей, возьмем тогда синюю рыбку. И нас, смотрите, друзья, нас, ребятоньки, кит, либо же еще какая-то непонятная рыба, прям вот на этот бережок взяла и подтолкнула. И еще и рыбку в придачу дала. Спасибо тебе, рыбешка. Вот, обезьянка, держи твою потерянную рыбку. И в итоге мы довольны, и обезьяны тоже довольны, друзья. Ну что же, а на этом, я думаю, можно заканчивать прохождение данной игрушки. Если вам она понравилась и вы хотите продолжения, обязательно напишите об этом в комментарии. Ну и, конечно же, наставьте кучу-кучу лайков. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok